Добрый вечер. Я нахожусь сейчас на парковке около торгового центра «Бирюза», который вчера вечером был разгромлен после акции протеста местных жителей. Сегодня вечером эта акция продолжается. Продолжается она в течение всего дня, но здесь гораздо меньше людей, чем вчера вечером. Около ста человек. В основном это пожилые люди, инициативная группа, которая составила сегодня список требований к московским властям. Намеревались они передать его представителям этих властей. Днем люди говорили, что не уйдут отсюда, что будут собираться здесь каждый день, пока к ним не приедет мэр Москвы Сергей Собянин или кто-то еще из московского руководства. Но пока никаких людей из управы или из префектуры здесь не дождались. Впрочем, список требований составили. В этом списке 15 пунктов, в том числе и усиление контроля за незаконными, за нелегальными мигрантами, брать нелегальных таксистов, достроить недостроенные здания. И еще много-много, всего 15 пунктов, я повторюсь. Ну, пока обстановка спокойная. Здесь есть, конечно, и сотрудники ОМОНа. Здесь даже произошел небольшой инцидент с их участием. Вот сейчас этого уже не видно, но автозак, который подогнали сюда, и который пытался заехать во двор расположенного напротив торгового центра здания, попал в небольшую аварию. Он помял машину, которая пыталась оттуда выехать. Но сейчас, я так понимаю, что это ДТП уже оформили. Есть и задержанные. Задержано 2 или 3 человека. Они находились, по мнению сотрудников ОМОНа, в нетрезвом состоянии. Их посадили в автозак, который тоже отправился в одно из ОВД, судя по всему. Вот в таком виде, как сегодня днем, акции продолжаются. Вы видите инициативную группу, ее представители, которые по-прежнему обсуждают что-то. Обсуждали они сегодня, повторюсь еще раз, с какими требованиями выступить, обратиться к московским властям. Впрочем, вот обращаться, по сути, приходится им только через средства массовой информации, поскольку сегодня, в течение всего дня, так никто сюда и не приехал. Обстановка спокойная, это подтверждают. Вот и в разговорах, которые я слышал краем уха сотрудники полиции, в том числе и в штатском, говорят, что угрозы, никакой опасности, как вчера, здесь сегодня нет. Но, впрочем, днем я здесь нахожусь практически с утра. Да, обстановка хоть и выглядит, на первый взгляд, довольно спокойной. Район живет своей жизнью, люди гуляют с детьми, но чувствуется, конечно, какое-то напряжение. Закрыты многие магазины, закрыты многие кафе, закрыта та самая Покровская плодовая овощная база, которая оказалась вчера в центре конфликта. Так что нельзя пока сказать с определенной долей уверенности, закончится ли сегодня. Здесь все. Люди, повторюсь, утверждают, что они будут собираться здесь каждый вечер, до тех пор, пока власти лично не выслушают их требования. Вот на этом, пожалуй, пока все. Но мы остаемся здесь и следим за развитием событий.